В Ставрополе выросло число преступлений. Молодежная палата названа лучшим парламентом, а бюджет города увеличился более чем на 400 миллионов рублей. Эти и другие вопросы обсудили на заседании городской думы. Вначале депутаты заслушали доклад об итогах деятельности Ставропольского МВД за 2015 год и задачах на предстоящий период. Начальник ведомства отметил рост количества преступлений практически по всем видам. Несколько снизилась и общая раскрываемость. На вопрос Георгия Калягина о причинах столь тревожных показателей Евгений Нуйкин назвал экономическую ситуацию и недавнюю амнистию. Тем не менее, главный полицейский краевой столицы подчеркнул, что обстановка в городе в целом остается спокойной и контролируемой. Кроме того, выросла раскрываемость по тяжким преступлениям. На уровне с прошлым годом осталась раскрываемость 100% для снасилования, взятки. И подложены к коррупционным преступлениям. За 9 месяцев задержано 32 квартирных вора, совершивших 127 квартирных краж. Также задержаны две группы совершивших, совершающих краж транспортных средств, за которыми числятся более 40 эпизодов краж автомашин. Затем о своей деятельности рассказала Ставропольская городская молодежная палата. Председатель палаты Антон Мацко отметил активную работу коллег по патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни. Из года в год активность молодежи, чтобы войти в состав городского парламента, молодежи, растет. И вот последний, весьма был трудный конкурс для принятия решений, как из 64 отобрать 30 лучших. Но сформирован. Не случайно городская молодежная палата была признана лучшим молодежным парламентом региона. В числе реализованных проектов были названы «Чистая память», «Трезвые дворы» и «Город без наркотиков». Молодежная палата стала площадкой для реализации проекта краевого масштаба «Чистая память». Проект один из немногих получил денежные средства в размере 30 тысяч рублей, выделенный в рамках гранатного конкурса «Стартап». За время пройденной работы было бы огорожено поле тысячи воинских захоронений. Данное проектирование имеет, так сказать, идти на будущее и будет продолжено. Не менее важным проектом являются «Трезвые дворы». Цель проекта заключается в проведении рейдов, направленных на пресечение распития воскликновенных напитков в общественных местах. Активиста была проведена более 10 рейдов. Проект реализуется в поддержке казачества и надектора наставок. Не осталось без внимания проблемы наркозависимости среди молодых граждан. Членами Саварковской городской молодежной палаты были проведены добровольные тестирования студентов на неофицийское употребление наркотических и психотропных веществ. После докладов депутаты поддержали предложение администрации о внесении изменений в 16 муниципальных программ по развитию образования, социальной поддержке населения, культуре, физкультуре и спорту, управлению муниципальным имуществом, безопасности населения и другим направлениям. Были внесены изменения в решение о бюджете города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Общий объем доходов и расходов главного финансового документа краевой столицы увеличен на сумму свыше 440 миллионов рублей. На параметре бюджета повлияли изменения размеров мучно-бюджетных транспортов. В городе Ставрополя, как и других бюджетных систем Российской Федерации, имеющих в целый год направление использования на сумму, чем 129 миллионов 185 тысяч рублей. К части местных полномочий, учитывая определенный размер дефицита бюджета, производилась корректировка продажателей, путем перераспределения, в том числе за счет экономики, полученные по функциональным процедурам. Средства будут направлены на строительство двух школ и детского сада, ремонт дорог и дворов, переселение горожан из ветхого и аварийного жилья, жилищных субсидий для молодых семей, содержание детей-сирот и на ряд других социально важных направлений. Также произведены изменения в части непрограммных сфер деятельности. Вылечены расходы за счет субсидий на модернизацию региональных систем и школьного образования по строительству детского сада в 528 квартале. Соренализирование детальных вложений по программе Юг-России на строительство двух школ, строительство дождевой канализации в 530 квартале, обеспечение мероприятий и подвесения граждан аварийного жилья, что, кроме того, проведения работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях, приобретение учебников для учащихся образовательных учреждений, выпадок компенсации части российской платы за содержание пунктов образовательных учреждений. В заключительной части заседания депутаты единогласно поддержали установление мемориальной доски старшему прапорщику погранвойск Юрию Кончакову. Посмертно достоин орденом мужества, указанным президентом Российской Федерации, предлагается установить мемориальный объект на доме, где Юрий Кончаков проживал, по улице Пирогова, 64, 24. Все необходимые согласования документов имеются. А также мемориальную доску установят сержанту Евгению Хазову на территории одной из ставропольских школ. Оба земляка героически погибли при исполнении воинского долга. в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе и при выполнении миссии воиномиротворца в грузино-абхазском конфликте. Мария Жирова и Владимир Кириллов, АТВ Ставрополь.